Пока хозяев нет дома, пока они на завтраке в гостях, похозяйничаем у них вот тут в шкафах. Вот этот шкаф нам надо разобрать. А что мы с ним сделаем, я вам покажу чуть позже. Сначала нужно его освободить. И когда мы будем его освобождать, мы посмотрим, что в нем лежит. Сначала мы возьмем какой-нибудь вот такой вот тазик. Так, пригодится нам сейчас вот этот тазик. Вот тазик. Мы его сейчас поставим здесь на валюту. И будем в него перекладывать то, что есть в этом шкафу. И заодно и все рассмотрим, что здесь у нас есть. У них здесь такие залежи, что там в глубине даже вообще ничего и не рассмотреть. Вот, так что мы сейчас потихонечку будем разбирать. Так, печенье. То, что я недавно покупала, ходила в русском магазине. Печенье, запасы для Маши. Так, дальше. Еще печенье. Коровка. Так, это у нас какие-то вафли. Давно я покупала, мне кажется, еще остались такие вафли. Наверное, уже надо выбросить. Дальше. Вот такие хлебцы. Вместо хлеба иногда вкусно поесть. Вот такой киндер-шоколад. Уже тоже там остатки. Вот такой сироп вкусный карамельный у нас для мороженого. Кстати, можно мороженку с ним съесть. Так, дальше. Вот такие конфетки. А кто, интересно, вот так вот сворачивает золотинки от них, когда съедает конфетку? Скажите мне, пожалуйста, тоже так делаете или нет? Или выбрасываете сразу? Видимо, Тим любит такие шарики катать. Так, что еще? Ага, вот такие вот печенинки для того, чтобы делать тирамису. Савоярди. Савоярди называются они. Вот одна упаковочка начатая уже. Так. Вот такая мамба. Мамба. Или как она там, мамм называется, конфетки. Видимо, желающие есть в этом доме, такие поесть. Так, дальше. Так, это у нас запасы пакетиков трехлитровых. Вот таких вот. Три литра с замочками. О, нет, они, наверное, без замочка. Просто пакетики. Так, вот такие пакетики. По одному литру. Так, по одному литру. Дальше еще что? Так, еще. Хлебцы. Так, это что такое? О, господи. А, это такие пакеты. Вон, видите, лепешки. Сейчас попробуем. Они, наверное, уж высохли сто лет как. Они, наверное, такие должны быть жесткие. В них потом можно всякий какой-нибудь салатик. А, вот они, смотрите. Интересно. Так, ладно. Сейчас потом положим обратно. Сейчас пока пусть тут полежат. Такие булочки. Их можно... Они полуготовы. Их надо просто... В духовке поджарить. Так, сюда кладем. Все сюда кладем. Так, что тут у нас еще есть? Ага. А, подушечки. Вот такие подушечки. Деток не пойму. У нас тут детки. У нас деток пока еще таких вот для подушечек нет. У нас еще совсем маленькие детки. Так, такая вот баночка красивая. Вот хранится она там глубоко. О, глубоко еще новая. Забыли все про нее. Потому что там вдали ничего не видно. Так, вот такой вот хлопья такие. Потом... Так, что еще есть? Вот такие фисташки. Тут целую посылку можно бабушке набрать. Даже в магазин не ходить. В Челябинск. Все, что им не нужно, она с удовольствием это ест. Так, такие вот у нас чипсы, луковые или кольца. Кольца. Картофельные кольца. Вот. С паприкой. Со вкусом паприки. Ага. Так, вот такие вот конфетки. Которые, видимо, где-то в подарок в магазин их дают. Или еще что-то. Резиновые. Вот еще что такое. Такие вот крекерсы. Тут уже пусто. Пусто. Где, две штучки там, наверное, упаковка только стоит. И вот такая упаковка хлопьев. Тоже уже я не знаю, сколько она у них тут должна храниться. Вот. Там упаковки, и они лежат. И высыпались немножко. Так, вот. Тоже сюда. Так, и вот это все у нас получается лежит вот в этой полке. Но то, что там вдалеке лежит, очень трудно достать. И мы придумали решение. Маша у меня дочь. Видно, что же по продажам мебельной фурнитуры бывшим. И она уже все свои ящики снабдила вот такими вот выкатными корзинками. Вот. Она хотела вот сюда вот еще такую корзинку сделать. Ну, передумала. И решила она еще купить две корзинки таких. Вот. Новеньких. И получается, что она хочет, чтобы я ей... Чтобы я ей вот сюда прикрутила такую же выкатную корзинку. Чтобы она могла вот так вот ее выкатывать. И все вот эти вот продукты она могла видеть вот так. Так что я вытащила все. Теперь надо ее разобрать. Здесь вот прикручены к ней направляющие. И вот такая корзинка. Все нарисовано. 15 килограмм она выдерживает. И мы завтра... Сегодня я уже не буду, конечно, сегодня воскресенье. Завтра мы это прикрутим. Одну, наверное, вот сюда. Будет у нее здесь лежать. И все, что в конце, она там спокойно может будет брать. И еще одна у нас есть такая корзинка. Вот еще одна. Скорее всего, мы ее вот здесь вот сделаем над мусорным ящиком. Тоже выкатную. Ну-ка, здесь вот что такое вот так. Вот. Если она влезет, она может и не влезет сюда. Здесь уже есть такая. Над мусоркой. Вот. Ну, не знаю, тут она войдет или нет. Но попробуем. И здесь будет у нас корма лежать. В идеале для собак. Собаки с кошкой. Ну, посмотрим. В общем, на вторую мы еще подумаем, куда сделать. Вот. Тут вот у нее тоже такие же корзинки, видите? Но они не выкатываются, потому что их неудобно здесь хранить. Дверку все время надо вот эту открывать. Вот. А у нас кто-нибудь тут стоит все время. Поэтому здесь вот корма лежат собачьи. Но это неудобно. Но. Здесь уже она вот этих ящиков вон сколько накрутила. У нас Маша еще получше меня с этим справляется. С этими ящиками. Так что. А мы с вами вот такое дело сделали. Заодно посмотрели, что у них в запасах. Всем пока. Кому интересны такие видео, пишите. Разберем еще какие-нибудь ящики. А то, что я прикручу вот этот ящик, который собираюсь, я вам потом покажу. А то, что я вам покажу, что я вам покажу, что я вам покажу. Что я вам покажу? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok